здравствуйте дорогие друзья челябинская областная универсальная научная библиотека приветствует вас сегодня у нас встреча с художниками графиками в творчестве которых присутствует так или иначе тема фантастики мы не случайно обратились к этой теме в этом году юбилею одного из известнейших писателей фантастов мира рэй дугласа брэдбери в этом году ему исполнилось бы 100 лет значительная часть его произведений был была посвящена космосу и космическим межпланетным путешествиям наша страна была в авангарде освоение космоса и многие художники посвящали свое творчество именно этой теме об этом мы сегодня с вами и поговорим я хочу представить наших гостей это художники и член союза художников россии часть все российских и международных выставок владимир стрейс владимир александрович помашите рукой спасибо спасибо я плохо ориентируюсь еще владимир александрович уже хорошо знаком нашим читателям потому что неоднократно участвовал в наших выставках нашем выставочном зале также у нас здесь есть александр боярский санкт-петербург виртуозный художник-каллиграф его вы помните по передвижной выставке каллиграфия 12 которая также проходила в зале выставочном зале публичной библиотеки и сергей крайник город энгельс один из немногих современных художников кто использует научную литературу при проработке сюжетов своих картин еще две иллюстрации посвящены освоению планет и насколько мы можем с вами видеть представление художников середины двадцатого века да это конечно были планеты видимо которые были родственные нашей планете земля то есть там есть атмосфера там есть вода то есть почва и в общем-то та инфраструктура которая здесь изображена она не очень-то отличается скажем так от земной только что с технической точки зрения она более совершенной более крутая как бы сейчас сказали дело в том что у фантастов например даже у того же рэй брэдбери который вам про которую мы сегодня будем говорить да есть рассказ который называется огненные шары где земляне с христианской миссии отправляется на марс и автор описывает пустынный горный и каменистый ландшафт но при этом проговаривается что там есть атмосферой растут деревья то есть несмотря на то что вроде бы художник пытается изобразить что-то чего мы вы может быть не знаем но тем не менее все равно использует какие-то символы которые в общем-то довольно таки знакомые а преемником этого стиля сегодня можно считать нашего современника художника сергея крайнего и сергей сегодня у нас в гостях мы уже с ним поздоровались и давайте сейчас перейдем рассмотрим картины сергея адреналин эта картина которая я так понимаю рассказывает нам о прыжках где-то из стратосферы я правильно понимаю сергей можете ответить прокомментировать и да и скажите пожалуйста дело в том что совсем недавно буквально такой прыжок был действительно осуществлен в реальности насколько вам было отрадно видеть что какие-то вещи которые у вас были скажем так нарисованы как некий взгляд в будущее уже осуществились уже это становится нашим настоящим очень давно это по-моему еще в конце сороковых годов одним из американских вот но я здесь я в этой картине хотел показать некую забаву в далеком будущем ну вот это возможно из может быть недалекого будущего одна из картин исследования пещер которые недавно были найдены на луне не только на луне но и на марсе твоим их каверна лавовые трубки можно их еще назвать а которые образовались далеком прошлом вот и возможно там можно будет сделать какие-то убежища для космонавтов астронавтов базы строить это безопасное убежище возможно будет для исследователей здорово вот очень красивая картина в созвездии единорога это фантазия но при этом обратите внимание что здесь с краю с левого края картины у нас тоже присутствуют живые космонавты астронавты то есть это не просто и вот здесь по моему даже летательный аппарат какой-то я вижу да то есть это это все-таки фантазия в которой люди присутствуют то есть это уже освоение этого созвездия созвездия единорода за пределом а вот эта работа я так понимаю это уже не столько о межпланетных путешествиях сколько также путешествие другую галактику возможно один из далеких миров который где-то возможно есть возможно где-то существует и кто знает если мы научимся осваивать не только межпланетные пространства все может быть 20 показал такой стремительный рост научно-технического прогресса вот очень интересная картина возбуждающие души где прообразом здесь являются вроде как медузы вот объясните сергей ну возможно космосе не какие-то подобные существа которые передвигаются в космос почему нет а возможно не когда посетят почему нет это как бы картина том а вдруг такая встреча возможно может быть они нас посетят когда-нибудь или не подобное да или нечто подобное кто знает может быть они нам просто еще не встречались а скажите пожалуйста вы когда создаете свои работы вы опираетесь вот именно на научную литературу а какая-то художественная литература вдохновляет вас было бывает что вы прочитав именно какое-то художественное произведение готовы создать или это только плод вашей личной фантазии нет есть некоторые работы ну например рисовал на роману Ивана Ефремова Туманность Андромеды у меня есть работа несколько работ но это у меня заказывали но я очень люблю это произведение Туманность Андромеды Ивана Ефремова я с удовольствием рисовал картину а бывали ли у вас такие случаи что вам доводилось общаться вот с космонавтами или с людьми так или иначе к космонусу причастными к сожалению вот одна из картин которая попала в космонавту Гречка это она попала через моего знакомого хорошего заказчика заказывал у меня работы вот он встречался с космонавтами и одну из работ Леонов на Луне он подарил ему от моего имени ну хорошо а сейчас я хочу познакомить вас дорогие друзья с Владимиром Александровичем Штрейсом это наш челябинский художник выпускник пенсинского художественного училища и он специально к нашей сегодняшней встрече сделал серию акварельных работ и именно по рассказам Рея Брэдбери так секундочку сейчас я Владимира переключаю уснувший в Армагеддоне да Владимир Александрович я пока не вижу ничего это акварельная работа и по моему она даже у вас выполнена в какой-то смешанной технике да расскажите немножко необычная подача монотипия акварель местами там есть акрил ну это по рассказам то есть это не буквально иллюстрация как то есть классическая иллюстрация буквально по произведению а это как бы впечатление от этого рассказа такой урая Брэдбери все рассказы они не как бы сказать имеет большую составляющую эстетическую моральную и так далее и поэтому хотелось именно выразить впечатление какое-то это именно в этом направлении то есть они не не совсем иллюстративны что ли к рассказам берется как бы идея из этого рассказа впечатление идея ну вот как 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 получилось вот так получилось вообще у вас помимо рэй Брэдбери тоже есть пару картин которые а в общем так или иначе связаны с космическим пространством да если вспомнить историю с челябинским метеоритом вот вот как раз вот эта картина которая как раз и была написана по моему под впечатлением этого там метеорит как бы так сделал потом я еще возвращался но это вот самая одна из первых тоже акварель лист в лист акварели там где-то 70 поле ну до 70 пиши на 50 этого так я не помню точно размер ну тут тоже впечатление экспрессе то есть это был удар такой как бы сказать я просто поставил себе это раскаленный шар который возможно даже был и них не каменная там что-то говорили что чуть ли не какой-то там и корабль инопланетяна все такое прочее ну я так немножко пофантазировал напряжение это воздушная масса разлетается так далее да вот еще тоже одна работа так что-то нам не осталось без названия но тоже очень экспрессивно тоже здесь какие-то энергии у вас участвовать вообще по какому фантастическому рассказу там идея в том что там сталкиваются две силы и вокруг них крутятся различные сгустки материи вот так вот где-то вот я сейчас точно тоже не помню даже по какому тому фантастическому рассказу конкретно было сделано но тем не менее все таки вы все-таки фантастическим сюжетом обращаетесь периодически да то есть именно какие-то в то что в общем-то как сказать фантастика сейчас этой декабря цена его актуально поскольку все раньше были можно было вращаться к реальным подвигам таким именно подвигов или кем-то необычный вариант это сейчас у нас осталось только возможность фантазировать свободно но это тоже вот пара и брэдбери работа называя скалейдоскоп то взорвался корабль не летят друг и быстро проносятся у них перед глазами вот эти их жизни ситуации жизненные ситуации различные в которых они должны были все такое прочее поэтому иллюстрировать его показ с одной стороны просто таки там описывает многое но с другой стороны довольно сложно чтобы донести идеи культ произведения в общем довольно сложно все это дело изобразить так я напоминаю для тех кто только присоединился к нам к нашему видеоролику что встреча наша посвящена фантастики столетию рэй брэдбери и я напомню для может быть молодежи которая сейчас учена очень литературой фэнтези и к сожалению очень мало знает рэй брэдбери это американский писатель известный по антиутопии 451 градус по фаренгейту цикла цикла рассказов марсианские хроники и вот кстати те рассказы которые только что проиллюстрированные владимиром александровичем мы сегодня посмотрели это вот как раз рассказы которые входят в этот цикл марсианские хроники и частично автобиографическая повесть виной за дубанчиков за свою жизнь брэдбери создал более 800 разных литературных произведений в том числе несколько романов и повестей сотни рассказов десятки пьес ряз статей заметок стихотворения его истории легли в основу нескольких экранизаций театральных постановых музыкальных произведений и нужно сказать что последний рассказ писателя с названием пёс красной бандани был напитно печатан написанный напечатан в общем-то совсем недавно летом 2010 года двадцатом веке автор был мега популярен цитаты из его произведения расходились по всему миру его рассказах очень четко просматривалась о том что человек извините слишком много сил и времени тратить на освоение других территорий и других пространств но так и не разобрался в самом себе и я предлагаю вашему вниманию художника который для своего этюда выбрал цитату рэй бредбери и из рассказа летнее утро летняя ночь это рассказ 2007 года и рассказ этот является продолжением романа виной за дуванчиков сейчас мы с вами посмотрим работы александр евгеньевича боярского сегодня у нас гостях здравствуйте александр еще александр является художником каллиграфом дизайнер руководитель новосибирской студии каллиграфии автор проекта школы исторической каллиграфии экспериментальная каллиграфия и вот те работы которые он сделал они сделаны также специально для нашей передачи для нашей программы так что цените это дорогие друзья вот цитата который александр выбрал для своего этюда и я ее зачитаю некоторые сознательно выбирают такую судьбу они как умные жаждут чтобы вид за окном менялся каждую неделю каждый месяц каждый год но с возрастом начинают осознавать что всего лишь коллекционирует никчемные дороги и ненужные города не более основательные чем киношные декорации и провожают глазами людей манекенов которые мелькают в витринах за окном медленно медленного ночного поезда александр ну и сразу вам вопрос почему именно эта фраза почему именно эта цитата ну я хочу во первых сказать что я рад познакомиться со своими коллегами из разных городов вот и совершенно в разных техниках створ и и владимир вот наполнен наполнен такие эмоциональные вещи это лишь то что вы показали один из первых этюдов сделал такой пристрелочный больше на самом деле и в аккаунте в инстаграме и вконтакте можно посмотреть другие идет и то есть постепенно когда аут текст смысл какой-то входит постепенно как вот тебя да ты начинаешь как бы более глубоко задумываться и потом рождает другие произведения принять двое решение этих же произведений да почему я выбрал эту фразу ну сейчас наше время оно такое стремительное какое-то клипообразное какими-то кусочками урывками в общем люди толком на чем сосредоточиться не могут они пытаются копить какие-то сиюминутные впечатления в общем но мне кажется я просто вот нашел брэдбери как раз вот озвучие какое-то с теми мыслями которые где-то у меня вот есть в общем да ну очень поэтому я выбрал это произведение а вторую в разу весенние в общем и она так ну как-то свежо как-то романтическая да совершенно романтично мне это очень понравилось такая живая такая фраза в общем очень интересная написал по ее довольно давайте я зачитаю почерком это скоропись давайте я зачитаю как она звучит девушки когда они влюблены только кажутся глупыми потому что они ничего в это время не слышат это тоже рассказ летнее утро летняя ночь по-моему совершенно отличная фраза прекрасно описывающаяся девушка когда влюблено совершенно верно александр вопрос у меня к вам вот какого характера мы знаем что каллиграфы в общем-то очень консервативных в том инструментарий который они используют да то есть это как правило остальное перо либо это кисти либо разной жесткости да особенно если речь идет о японской китайской каллиграфии но научно-технический прогресс не стоит на месте мы все все можем видеть в магазинах которые предлагают нам художественные материалы всевозможные линеры и еще какие-то вещи вы все-таки что предпочитаете в своих работах ну я хочу сразу сказать что это такое довольно шаблонное представление о том что каллиграфы какие-то классические инструменты интенсив под названием современная экспериментальная каллиграфия где в общем я показываю что в качестве каллиграфического инструмента может служить все что угодно вот что что под руку мне попасть использовать как каллиграфический инструментов вот для того писать какую-то фразу даже ботинком обыкновенных да вот поэтому часто перед каллиграфом ставят задачи такие что задачи такие которые невозможно какими-то стандартами классических инструментами типа металлических там плоские перья например приходится экспериментировать под того что делать инструмент из консервных банок каких-то там древячек и прочих тучек чем и тогда это вы поломанные перья да и тогда это такое получается свежие нестандартное в общем и очень нет я хочу сразу сказать что да наверное как у любого художника то есть инструментарий должен быть максимально широким чтобы диапазон зубом возможности решить турии тот или иной этюд было у меня очень много поэтому инструментов очень много как как от производителей известных мировых брендов так и инструменты которые я делаю сам вот и даже есть такое любопытное такой любопытный случай когда известного советского каллиграфа виллу и тотца тоже художник друг его леони проника спасил чем виллу вы написали вот эту вот фразу достал какой-то поломанный старый опио показал что вот эти вот инструментов которые по идее можно было бы уже выкинуть а он его использовал просто как другая графический момент просто боком писал как и получилась такая любопытная буква который невозможно решить каким-то инструментом там не плоской кистью непоском понятно да абсолютно ответили да конечно я хочу знать у меня есть такая книга она довольно старенькая выглядит она вот таким весьма потрепанным образом называется нам на перегонки со временем или мир принципиально возможных чудес эта книга десятых годов по-моему восемь второго даже года то есть конец двадцатого века и она довольно толстая в ней были собраны работы разных художников из разных стран так вот послесловие к этой книге писал артур кларк это тоже довольно известный писатель фантаст и как бы изобретатель конструктор и я хочу поделиться с вами некоторыми прогнозами на 21 век согласитесь вы со мной или нет что уже реализовано а что нет ну вот например 21 век первое десятилетие заселение планет искусственный разум передача энергии без проводов замедление времени вот такие вот у нас планы на первое десятилетие и я боюсь что мы с этим первым десятилетием еще не справились второе десятилетие зонды для исследования земных глубин создание человекоподобных роботов но вот это согласитесь уже есть с этим уже мы с этим уже столкнулись ну например на шестое десятилетие он прогнозировал кодирование изделий тоже уже мы имеем это в наличии так восьмое десятилетие полет в межзвездное пространство машинный разум машины разум нужно можно согласиться да ведь у нас автопилоты компьютер да и авиапилоты и то есть это в общем то работает уже опять же на девятое десятилетие у него был запланирован репликатор аппарат воссоздающие предметы и вещи тоже в общем то сейчас уже делают да есть эта машинка которая проектирует объемный 3d принтер да то есть в общем то смотрите по каким-то показателям в общем то уже даже перевыполнили план что называется а вот и в связи с этим у меня к вам вот такой вот вопрос ну вот к вам александр например ну начнем мы летать на другие планеты и придется вам делать уже какие-то зарисовки не только на кириллице да или латинице но и тоже на альдебаранском готовы изучать межпланетные языки с творчеством с творчеством марта кларка знаком очень хорошо это один из моих любимых писателей фантастов если уж говорить ну вот конкретно направлении фантастики вот и конечно это известный факт что многие фантасты предвосхищают какое-то будущее время там описывает там бластыри какие-то или как вот вы сейчас рассказали там т-принтеры создают вещи что касается буду ли я изучать альдебаранский вы знаете я хочу сказать что вот я конкретно про каллиграфию буду говорить да история и тема каллиграфии настолько глубока широка и бесконечно что здесь в общем то еще ну если можно так выразиться поле непаханное в конце концов есть китайская каллиграфия арабская каллиграфия западная и так далее и так далее и так далее и нужно здесь еще разобраться то есть здесь мы сейчас да я хочу такую мысль еще озвучить прежде чем летать на другие планеты и осваивать новые миры может быть имеет смысл здесь на земле навести порядок потому что тут у нас полный бардак безобразие творятся в общем то рановато может быть нам туда еще потому что здесь много тоже работы да 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 это как раз то что собственно прозвучало сегодня в той цитате которую вы использовали для сегодняшней нашей передачи это как раз то что происходит у нас в мире да совершенно верно теперь к вам вопрос будьте добры тоже ответьте пожалуйста каким вы видите искусство в недалеком будущем и с какими технологиями его связываете как вам кажется или наоборот мы вернемся строгой классики не будем что-то экспериментировать либо наоборот новые технологии захватят нас и мы будем делать какие-то виртуальные вещи вот как вам кажется ваш прогноз если говорить об искусстве о том которое близко нам всем то есть живописи пришло уходит комплект много комплектной графики и она будет дальше процветать вот останется ли живопись как таковая конечно останется никуда она не денется когда будут люди которые настоящую живопись сделаны руками человека мне кажется так а в целом наверное за компьютерами большое будущее когда человек делает картину своими руками он вкладывает в нее еще и свою энергетику согласитесь свою душу и читатель пардон зритель это считывает интуитивно такие работы будут естественно больше так что никуда не денется классическая живопись никуда да совершенно верно дорогие друзья я хочу поблагодарить вас всех за то что вы сегодня собрались здесь что у нас была такая возможность познакомиться друг с другом вживую познакомиться с творчеством друг друга что мы пообщались опять же познакомили с вашим творчеством наших читателей есть такой сайт который называется музей будущего и там собирают художников фантастов и наших российских и западных поэтому те кто очень любит этот жанр пожалуйста можете заходить смотреть подробнее читать биографии художников знакомиться с их картинами конечно же не забывайте читать научно-популярные журналы и литературу на нашем сайте Челябинской областной универсальной научной библиотеки до свидания дорогие друзья до новых встреч в следующих вы увидите как я